Здравствуйте, уважаемые слушатели! Приветствую вас на нашем вебинаре. Давайте сначала проверим нашу связь, как вы меня видите, как вы меня слышите. И нажмите, пожалуйста, на огонек в правом нижнем углу, если все хорошо. Отлично, замечательно, очень хорошо, что все нормально. Тогда можем продолжать. Напишите, пожалуйста, из каких вы населенных пунктов, кто по профессии. Тут я как раз пока читала уже, кто отписался. Благодарю вас за вашу активность. Представлюсь, меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей коллекционной категории. И сегодня мы с вами поговорим о Пальчиковом театре и его использовании в педагогической работе с детьми дошкольного возраста. Информация, предоставленная мною, будет полезна специалистам дошкольных образовательных учреждений, воспитателям, логопедам, дефектологам, психологам и, конечно же, родителям. Очень хорошо, если вебинар пройдет не в качестве моей лекции, а если вы тоже поделитесь своим опытом применения данной технологии в своей профессиональной деятельности, чтобы у нас с вами был обмен информацией. И тогда начну. Известно, что ведущей деятельностью дошкольного возраста является игра. Мы покупаем новомодные игрушки всевозможные, чтобы наши дети правильно и своевременно развивались. Но вместе с тем мало у кого в доме живут актеры Пальчикового театра. Уникальный и при всем при этом проверенный временем развивающий инструмент, который всегда под рукой, а вернее на руке даже. И Пальчиковый театр – это игра с набором маленьких фигур, которые надеваются на пальчик ребенка. Миниатюрные персонажи оживают на руке, приобретая присущие роли, голос и характер. Как правило, фигурки соответствуют героям детских сказок, но есть и просто куклы, выполняющие разные роли или функции. Представленная на руке сюжетно-ролевая игра позволяет решать целый ряд задач. Это и развитие речи, связанной речи в том числе, диалогической, монологической, развитие мелкомоторики, развитие психических процессов, память, воображение, мышление, внимание, развитие творческих способностей и формирование коммуникативных навыков. В основе Пальчикового театра – это движение рук, сопровождающиеся рифмой, стихотворением, рассказом, сказкой. Это развивает мелкую моторику Пальчиков, что активизирует деятельность головного мозга. В частности, в речевых зон исчезает монотонность, появляется красивая интонация, развивается фантазия. Театр – это прекрасный сенсорно-двигательный и речевой тренажер. Куклы развивают подвижность пальцев обеих рук, помогают освоить речь персонажей, помогают активизировать речевые функции. С театрализованной деятельностью тесно связано совершенствование речи, так как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний, незаметно активизируются слова ребенка. Совершенствуется звуковая культура его речи. Пальчиковый театр дает уникальную возможность отрабатывать звуки с помощью ролей. Можно порычать, как тигр, или помычать, как корова. Совершенствуется интонационность строя, улучшается грамматический строй речи. Построение словосочетаний – это сложный процесс. Ребенок должен уметь согласовывать слова вроде, в числе, в падеже. Пальчиковый театр позволяет закреплять грамматические навыки путем многократных повторений. И, кроме того, пальчиковый театр – это мощнейший инструмент развития связной речи у детей дошкольного возраста, как диалогической, причем так и монологической. Ребенок пересказывает отрывки текста, участвует в диалоге. При исполнении роли, особенно в диалоге с другими персонажами, ребенку необходим четкий и однозначный, понятный язык. Поэтому участие детей в театральной деятельности способствует полноценному развитию всех сторон связной речи и становится важным условием для успешного обучения в школе. Развитие навыков и умений связной речи у детей дошкольного возраста является одной из важнейших задач педагогов, так как от степени развития зависит дальнейшее развитие личности ребенка и приобретение им учебных навыков. Ребенок в Пальчиковом театре и творец, он является и актером здесь же, и также еще и зрителем. Это занятие интересно и при том полезно одновременно. Соединение этих свойств – золотое правило всех развивающих упражнений. Пальчиковый театр – это уникальная возможность расположить сказку на ладошке у ребенка, в которой он сам сможет занять роль любого героя. Ребенок может одеть любого персонажа себе на пальчик и поиграть с ним. Это неисчерпываемый источник для развития чувств, переживаний, эмоциональных открытий, способ познания интеллектуального богатства. Участвуя в театральной деятельности, ребенок узнает об окружающем мире, во всем его многообразии, через образы, звуки, цвета. Детей побуждают думать, анализировать, делать выводы и обобщать. Театральная игровая деятельность имеет большое развитие для коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста. Она позволяет решать вопросы личного развития, такие как способность организовывать общение со сверстниками, способность правильно понимать эмоциональное состояние, способность выражать эмоции, способность выражать свои мысли. В результате пальчикового театра дети учатся познавать мир умом, сердцем, выражать свое отношение к добру и злу, испытывать радость от преодоления трудностей общения и неуверенности в себе. Эффективность пальчикового театра обусловлена тем, что театрализованная деятельность вызывает у детей неподдельный интерес, эмоциональный подъем, позволяя в непринужденной и веселой обстановке проявить свои таланты, творческие способности. И каковы же преимущества пальчикового театра? Пальчиковый театр является одним из видов кукольного театра и обладает следующими преимуществами перед остальными его видами. Во-первых, пальчиковый театр обладает огромным развивающим потенциалом, но об этом я уже рассказала. Использование пальчикового театра не предполагает наличие у ребенка специальных технических умений, которые могут понадобиться при использовании, например, перчаточных кукол, марионеток и прочее. Пальчиковый театр знаком детям с младшего дошкольного возраста, так как педагоги широко используют его на различных занятиях в процессе обучения. В инсценировках пальчиковый театр позволяет ребенку показать сразу несколько персонажей. И куклы пальчикового театра занимают мало места, например, для меня это актуально, не требует больших, при этом также материальных затрат. По содержанию пальчиковые игры представляют собой инсценировку различных сказок, рифмованных историй, стишков, приговорок, потешек и так далее. Участие в игре могут принимать как пальцы одной руки, одновременно две руки также могут здесь быть. И в том случае, если в игре участвуют одновременно две руки, то это способствует усвоению таких понятий, как лево, право, вверх, вниз и тому подобное. Как же играть в пальчиковый театр? Пальчиковый театр очень разнообразный. Фигурки для него могут быть куплены в наборах по мотивам художественных произведений или в виде отдельных героев, а можно сделать их самостоятельно. Они будут уникальными, неповторимыми. Сделать кукольный театр на пальчике можно различными способами. Обычно мастерят из подручных материалов, а в работе используют простые технологии. И как вариант, в рассылке вы можете скачать, чуть позже будет еще дублироваться ссылка на дополнительный материал к нашему вебинару. Вы можете пройти по этой ссылке и скачать шаблоны наших героев, которые вы можете использовать в работе. Например, персонажи из цветной бумаги. Творить из цветной бумаги проще всего. Это самый доступный материал, а технология не предполагает каких-либо сложных действий. Выполнять работу можно совместно с детьми. Я часто использую этот вариант работы. И детям полезно, и мне хорошо. Выполнять работу как раз можно еще так же давать и домой в качестве домашних заданий, чтобы вместе с родителями, детям. Вы знаете, я в основном делаю сама, надо посмотреть еще. Ладно, я потом гляну на каких. Я сама делаю и шью сама, и врезаю. Потому что кто логопед, например, меня поймут. Ну и в принципе, педагоги тоже. Покупать очень много чего хочется. На все нужно много финансовых затрат. И цветная бумага здесь, например, как вариант нам в помощь, доступный материал. При этом для создания героев, для пальчикового театра, мне потребуется много ресурсов, сил, энергии. Если работать в технике оригами, то не нужно даже дополнительные какие-то материалы, инструменты. Достаточно использовать готовые схемы, сложение, основа. В оригами важна правильная последовательность сложения бумаги. Фигурки можно вырезать, склеивая детали. Этот вариант не представляет сложности, а результат выглядит более естественно. Для работы понадобятся всего лишь навсего канцелярские принадлежности. Фигурки героев можно нарисовать, используя собственную фантазию. При желании легко воспользоваться готовыми шаблонами. Целого героя собирают из бумаги разных цветов, добиваясь получения узнаваемой фигуры. И каждое действующее лицо делают в виде своеобразного такого наперстка. По размеру он может быть универсальным, либо сделан под определенного кукловода. Для дополнения комплекта из картона или готовой коробки, из-под обуви, конфеты я использую, можно сделать сцену. Основу декорируют, добиваясь желаемого внешнего вида игрового поля. По аналогии с составными фигурками из цветной бумаги делают игровых персонажей для кукольного театра на пальцах из фетра. Кстати, вот сейчас вспомнила из фетра, я покупала в Инстаграм. Единственное, давайте я сейчас тогда напишу адрес электронной почты, я гляну, потому что... Я так сейчас вам адрес точно не скажу, потому что у меня в подписках есть. Я вот сейчас походу вспоминаю, где я что покупаю. На Вайлберис посмотрите, на Вайлберис тоже много чего. Выложила сейчас адрес в своей электронной почте, напишите, я тогда гляну. Хорошо? Чтобы уже наверняка не быть голословной. И что еще? Выполнение работы начинают с создания выкроек. Для этого на простом листе бумаги рисуют составные части будущих фигурок, все элементы вырезают, а по их контурам обрисовывают детали на фетре. Вырезанные части соединяются, формируя каждого действующего персонажа. Они могут быть как односторонними, так и двусторонними, плоскими, объемными. Для взрослых весь процесс не представляет сложности. Если в работе задействованы малыши, то им, конечно же, тогда придется помочь, достичь цели. Из плотной ткани тоже можно изготавливать фигурки. И не обязательно использовать плоские шаблоны, цветную бумагу или тот же фетр. Доступно использование классической технологии шитья. И в качестве материала можно взять обычную ткань. Это могут быть различные лоскутки, обрезки. Интересных персонажей сказок можно получить, работая с кусочками меха, джинса, драпом. Для выполнения дополнительных деталей подойдут хлопок, сетка. И, как в предыдущих случаях, работу начинают тоже с подготовки шаблона. По выкройке вырезают детали из ткани, составные части сшивают. Этот процесс лучше сделать вручную, учитывая малые размеры всех элементов. И для придания некоторым частям фигур объема можно использовать синтепон или любой другой подходящий наполнитель. Опять же, как вариант, вы можете дать родителям задание, чтобы они сшили персонажей Пальчикового театра. Зачем вам лишний раз тратить деньги? Выходите из ситуации. Во-первых, это детско-родительские отношения. Правильно? Вы же здесь подойдете из другого ракурса. Сплачеваете членов семьи, поскольку, я думаю, что многие со мной согласятся. Вот, да, самим вязать, а можно, как вариант, отдать другим. Пусть поработают на благо себе, своей семье. Почему? Потому что, как у нас часто происходит, к сожалению, в последнее время, что я понимаю, конечно же, все мы с вами тоже родители, и приходим после работы, какие-то тоже дела есть однозначно. Поэтому проще ребенку дать те же гаджеты, включить мультики, чтобы он занялся собой. Но всегда есть выходные, всегда можно выделить каких-нибудь полчаса, час. Это же во благо будет семье, во благо детям, их психологическому состоянию. Поэтому всегда можно найти время при великом желании. Ну и как раз-таки вот совместно с детьми родители приятно проведут время, используя и для себя, и для вас также. Ну и в первую очередь, конечно же, с пользой для детей. Следующее, вот как раз-таки провязанные крючком игрушки. Одним из самых лучших вариантов пальчикового театра станет тот, который связан крючком. Именно этим предметом удобно создавать мелкие детали. По этой методике можно сделать целостных или составных, реалистичных куколок для представления на пальцах. Герои сказочных постановок в таком виде будут выглядеть подобно настоящим игрушкам. А детям же это интересно тоже, согласитесь. И проще всего воспользоваться готовыми схемами. Этот вариант выполнения, конечно же, да, малышам не подойдет. Ребята обычно в таком случае привлекают в качестве помощников. С помощью крючка и пряжи получится создать все необходимое. Дополнительно для оформления можно использовать мыленные, бисер, ткань, другие материалы. Связать можно не только действующих лиц сказки, но и саму даже сцену можно, которая, как вариант, изображает лесную полянку, домик или другой подходящий для представления плоддар. Вы же еще можете устроить конкурс, например, это вот я сейчас уже по ходу мысли прилетают. Можете устроить конкурс среди семей, потом выставить персонажи, их поделки и в дальнейшем использовать в своей профессиональной деятельности. Следующее. В магазине тоже можно приобрести деревянный пальчиковый театр. Можно самому сделать, но этот процесс, конечно, будет достаточно трудоемкий, требует специальных навыков, поэтому проще, конечно, приобрести. Из пластичной массы еще проще. Отличный пальчиковый театр получится. Это может быть обычный пластилин, соленое тесто, полимерная глина. Из выбранного материала выбирают формовку, основ для фигурок. В работе удобно использовать специальные доски, скалки для раскатывания, стеки. Готовая форма, кстати, тоже есть. Персонаж для централизованного представления должен крепиться к наперстку, которую надевают на палец. Если в работе использовали материал одного цвета, то изделие можно даже и раскрасить. Пальчиковый театр сделать своими руками несложно. Различные способы позволяют добиться результата. Вариантов очень много. Принцип действия можно придумать самостоятельно или все выполнить по инструкциям, которые тоже в открытом доступе есть в интернете. И куклы, которые сделаны с душой, они часто особенно любимы. Чтобы играть с пальчиками, и игры с пальчиками были интересны для детей, и лучше запоминались, можно использовать тоже перчаточный театр. И здесь, как вариант, стихотворные различные мы можем включать произведения. Естественно, что их много. Я только некоторые расскажу то, что сейчас так сразу вспомню по ходу нашего вебинара. Раз, два, три, четыре, пять. Вышли пальчики гулять. Раз, два, три, четыре, пять. В доме спрятались ли в домике, спрятались опять. Или еще, тоже всем нам знакомы, этот пальчик дедушка, этот пальчик бабушка, этот пальчик папочка, этот пальчик мамочка, этот пальчик я, вот и вся моя семья. Или еще вариант, по ладошке я, по ладошке, по дорожке, ходит маленькая кошка. Маленькие лапки спрятались царапки. Если вдруг захочет, коготочки поточит, царап. И пальчиковый театр можно использовать для знакомства и изучения счета. Например, в сказке «Теремок» стали жить мышка, лягушка, заяц втроем, потом пришла лиса, их стало четверо и так далее. Для знакомства с героями, сюжетом сказки, для знакомства с понятиями справа, слева, рядом, друг за другом. Как вариант, придумай свою сказку. Или угадай героя. Кто как говорит, на звукоподражание. Как раз для детей раннего возраста очень хорошо, когда мы учим их говорить. Мир эмоций тоже подойдет, чтобы показали, например, грусть, радость, гнев, удивление. Или назови, какого цвета герой. Колобок, например, желтый, лиса оранжевая, мышка серая и так далее. В зависимости от возраста ребенка можно выбирать разные схемы игры с кукольным театром. И прежде всего, ребенка нужно познакомить с фигуркой. Затем надеть куклу на пальчик, оживить ее. Полутора-двугодовалые крохи могут играть только одной рукой. Выбирать при этом, конечно же, нужно самые простые сюжеты с минимум героев. Трехлетнему малышу уже можно попробовать играть двумя руками и несколько усложнить сюжеты постановок. Через год малыш уже может самостоятельно, без подсказок, разыграть несколько идущих одна за другой сцен. Для того, чтобы можно было свободно разыгрывать самые разнообразные сюжеты, конечно, неплохо было бы иметь набор хотя бы из 10-15 пальчиковых кукол. Этот комплект обязательно должен включать в себя различных членов семьи. Кто? Мама, папа, бабушка, дедушка, малыши. А также фигурки различных лесных животных, героев русских народных сказок. Это лиса, волк, медведь, заяц и тому подобное. Когда вы принесете, ну или сделаете кукол, дайте малышу время для того, чтобы он как следует их рассмотрел, пощупал. Затем по очереди надевайте персонажей себе на палец, знакомьте их с малышом. Пускай актеры вступят в несложную беседу с ребенком, сделают поклон ему, расспросят его об известных ему сказочных сюжетах, например, с этим же героем. Например, у вас на пальце собачка, у ребенка кошечка. Поздоровайтесь, пообщайтесь. Разыграйте сценку небольшую, например, привет, кто там, лисичка, например, да, привет, лисичка, как тебя зовут, откуда ты-то бежишь, я сорока-белобока, хочешь, я покажу тебе, как я умею летать. Примерно в таком формате. И после этих небольших репетиций можно уже браться за постановку сказки. Для начала, конечно же, лучше выбрать произведение, которое ребенок очень хорошо знает, любит, например, читать, любит слушать. Это могут быть традиционные наши сказки «Теремок», «Репка», «Курочка-ряба», «Маша и медведь», «Колобок». Будет лучше, если непосредственно перед игрой вы прочтете детям эти сказки, даже если они знают эту сказку, которую вы берете в работу. Но лишний раз еще напомнить, вспомнить все вместе. Перечитайте еще раз, обратите внимание на иллюстрации, на детали. Затем проговорите с малышом, какие характеры у разных персонажей этой сказки, каковы основные повороты сюжета. После этого пришло уже время первого выхода на сцену. При знакомстве с этим видом деятельности взрослый сначала сам показывает детям спектакль. Когда ребенок уже усвоит смысл игры, вместе выбирается ему конкретная роль. Обязательно нужно делать акцент на интонации. Фигурка надевается на указательный палец или на два пальчика на указательный средний. Надеваем на палец фигурку с нужным персонажем, а остальные сжимаем в кулачок. Если в сценке, например, участвуют сразу два персонажа, то удобнее будет показывать их взаимодействие двумя руками. По мере приобретения опыта сценической речи сказки усложняем и вводим большее количество уже персонажей. Декорации делаем уже более детализованными, реалистично выглядящими. От русских народных сказок движемся уже к волшебным сказкам, а также к инсценировкам стихотворных произведений, состоящих уже из нескольких действий. Если ребенку игры с пальчиковыми актерами приносят радость, удовольствие, то попробуйте здесь мыслить шире и инсценировать все литературные произведения, которые вы читаете. Проявите фантазию в изготовлении декораций. Если речь идет о родителях, то даже в дорожных условиях с минимумом реквизита игра не будет терять своего очарования. Ведь норкой мышки может быть запросто кулак, а рукав или карман куртки вполне похожи на сказочное теремо. И дорогу, например, скрасить, и польза еще как раз таки будет. По мере взросления детей инсценировки, конечно же, усложняются. Добавляются другие герои, приобщаются другие пальчики. Вебинар наш будет доступен в записи. Так что, если что, на нашем канале YouTube вы можете тогда повторно посмотреть при желании. Дети любят театр, так как он позволяет им отключиться от реальности и перейти в мир сказки. Попробуют себя сразу в нескольких ролях. А взрослым пальчиковый театр позволяет решать целый ряд образовательных, развивающих, воспитательных и коррекционных задач. И поговорим о подготовке актеров. Сначала развиваем движение. На столе стоит настольный театр, ширма. И педагог проговаривает, спрашивает, задает вопрос детям, что это. Они отвечают, театр. Кто играет в театре? Актера. Можно предложить загадку. Отгадайте загадку, назовите, кто в нашем театре будет актером. Пять братьев, годами равные, по росту разные. Дети отвечают. Пальц. Ну, можете другую, конечно же, взять в загадку. Здесь не обязательно только эту. И дальше педагог проговаривает, что актерами в нашем театре будут пальцы. А мы, режиссеры, научим их правильно двигаться, займемся их подготовкой. Педагог встает за ширмом и демонстрирует движение ребенку. А ребенок эти движения повторяет. Количество предлагаемых ребенку игр зависит от его, конечно же, индивидуальных особенностей и возможностей. И педагог вслух проговаривает. Дружно встали пальцы в ряд. Дети ставят руки перед лицом, ладони поворачивают тыльной стороной к себе. Вот таким образом. Дальше. Наклонились и опять. Здесь уже пальцы сжимают, разжимают. Потянулись вверх, размялись. Шевелим кончиками пальцев. Равными стоять остались. Пальцы просто у нас стоят. Очень весело играем. Пальчики мы упражняем. И пальцы здороваются. Либо, как вариант, можно еще одноименные подушечки пальцев. Одноименные касаются друг друга. Каждый пальчик, как крючок, зацепился за бачок. И начинаем, например, большие у нас указательные крючками, средние и так далее. Продолжаем дальше. Мы продолжим тренировку. Мы шагаем очень ловко. Твердый шаг. Успех во всем. Очень бойко. Мы идем. Идут разными пальцами. Указательные, средние. А дальше труднее. Пусть средние. Безымянные. Тут даже взрослым будет трудно. Безымянные. Мизинцы. И так далее. Шагают. Очень бойко мы идем. Шагают все пальцы. Мы катались на качелях. Пальцы вверх и вниз летели. Пальцы здесь тогда сжимаем. Разжимаем. Вот такой аттракцион. Был веселым. Очень он. Пальцы в домике сидят. Выглянуть они хотят. И мы поможем им немножко. И получится окошко. Как вариант тоже. Либо еще какие-то движения здесь свои можете придумывать. И что еще в работе? Здесь мы используем. Формируем правильное речевое дыхание. Дело в том, что правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование. Создает условия для поддержания нормальной громкости речи. Четкого соблюдения пауз. Сохранения плавности речи. Интонационной выразительности. Такие несовершенства речевого дыхания, как неумение рационально использовать выдох. Речь на вдохе. Неполное возобновление запасов воздуха. Отрицательно влияющие на речевое развитие могут быть обусловлены неправильным воспитанием. Недостаточным вниманием взрослых к речи детей. Дети, которые имеют ослабленный вдох и выдох, как правило, говорят тихо. Затрудняются в произнесении длинных фраз. При нерациональном расходовании воздуха нарушается плавность речи, обусловленная добором воздуха на середине фразы. Часто такие дети недоговаривают слова и нередко в конце фразы произносят их шепотом. Иногда, чтобы закончить длинную фразу, они вынуждены говорить на вдохе, отчего речь становится нечеткой, судорожным, захлебыванием. Укороченный выдох вынуждает говорить фразы в ускоренном темпе, без соблюдения логических пауз. К основным задачам в работе над развитием речевого дыхания следует отнести выработку плавного, свободного, удлиненного выдоха специальными игровыми упражнениями. И воспитание умения произносить небольшие фразы или смысловые отрезки на одном выдохе путем подражания речи взрослого. В выработке правильного речевого дыхания могут помочь забавные игры, игры-сценки, тоже как вариант, конечно же, их гораздо больше. Например, игра со свечой. Детям предлагается сделать бесшумный вдох через нос, затем подуть, понятно, что в кавычках, горящую свечу, которая находится на некотором расстоянии. Здесь уже, конечно же, не нужно брать настоящую свечу. Вы можете взять на листочке, вырезать свечку с огнем из бумаги и предложить ребенку подуть. Ребенок должен не погасить свечу, а только заставить плавно танцевать ее огонек. И воздух выдыхается тонкой, упругой, плавной струей через плотно сжатые губы. Можно играть с воображаемым как раз таки пламенем. Но опять же, если у вас индивидуальная работа и ребенок, например, спокойный, нет каких-то проблем в использовании, можно использовать и настоящую свечу. Игра «Чудо-лесенка» тоже здесь же. Каждую последующую фразу дети произносят, повышая тон голоса. Делим на слоги. Чудо-лесенкой шагаю. Повышаем постепенно тон голоса. Дальше. Высоту я набираю. Шаг на горы, шаг на тучи, а подъем все выше, круче. Не робею, петь хочу, прямо к солнцу я лечу. Вот таким образом, для использования игр в сценах нужно подготовить вместе с детьми декорации, персонажа, которые одеваются на пальчики, познакомить детей с текстом, распределить роли, провести репетиции. Можно брать несколько сцен, в которых участвуют разные дети. И ребята с удовольствием смотрят мини-спектакли, а еще больше желают участвовать в них. Например, как вариант, первая сценка. На солнечной лесной полянке расцвел красивый большой цветок. Он тянул свой стебелек, листочки к солнцу. Ветер ласково трепал его лепестки, но ему было очень одиноко. Однажды цветок услышал вдалеке. Звук все усиливался. Это был огромный шмель. Он долго летел и устал. Цветок предложил ему отдохнуть и угостить вкусным цветочным соком. Шмель его поблагодарил, предложил ему свою дружбу. Цветок больше не скучал, шмель часто прилетал к нему в гости и развлекал своей любимой песенкой. На выдохе. Другая сценка, тоже как вариант. В лесу жила зайчиха с зайчонком. Мама зайчиха каждое утро отправлялась на поиски еды, а маленький зайчонок оставался дома один. И чтобы он не потерялся, мама надела ему на шею звонкий колокольчик. Куда бы зайчонок не поскакал, раздавался веселый звук колокольчика. Тоже на выдохе. Дзынь, дзынь, дзынь. А можно потом увеличить. Дзынь, 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 дзынь и так далее. Скачет зайчик по дорожке и пропеваем вместе на выдохе. Запутался в высокой травке. Дзынь, дзынь, дзынь. Застрял в густых кустах. Дзынь, дзынь, дзынь и тому подобное. Мама, возвращаясь домой, без труда находит своего сыночка по звону колокольчика. Или еще тоже вариант сценки. Теплый день. На небе яркое лучистое солнце. Решило оно повеселиться и отправило солнечных зайчиков на землю. Прыгнул один солнечный зайчик на цветок. Скок. Стал цветок ярче. Прыгнул другой зайчик. Скок-скок. На лужу. И полетели по воде солнечные брызги. Третий зайчик прыгнул на котенка, который спал на траве около дома. Приятно было солнечному зайчику скакать по мягкой пушистой шерсти. Скок-скок-скок. Котенок проснулся и хотел поймать его, но не сумел. Зайчик быстро прыгнул на траву. С травы на куст. Дальше на дерево. Только его и видели. Скок-скок-скок. И так далее. То есть здесь вообще сюжеты, конечно же, могут быть абсолютно разные. Подключайте фантазию и разнообразьте эти игры. Следующее, что это развитие диалогической речи. Диалог это первая ступень развития связанной монологической речи. И к основным задачам по обучению дошкольников диалогической речи относятся обогащение речевого опыта детей различными видами диалогических реплик, обучение пониманию разнообразных инициативных обращений, что это сообщения, вопросы, побуждения. И также еще правильному реагированию на них. Вступление в речевое общение с использованием простых форм диалога. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Развитие умения использовать соответствующие интонации, жесты, мимику. Подражательные способности детей дошкольного возраста помогают осваивать речевые образцы диалогических реплик. Речь окружающих, литературные произведения, различные театрализованные представления, спектакли, беседы после их просмотра. В работе целесообразно использовать игры с диалогическим содержанием, разработанные для обучения детей диалогическим репликам по выполняемым функциям. Вступление в диалог по очереди, придерживаясь темы разговора и других правил ведения диалога и речевого этикета. Например, взрослый знакомит детей с персонажами, пусть это будет у нас Маша и Саша. Предлагает подружиться и обыграть различные ситуации, происходящие с ними. Сообщает содержание сценки, он распределяет роли, изготавливает вместе с детьми декорации, репетирует. Обращает внимание на четкость проговаривания реплик с учетом соответствующих интонаций. И сценки можно показывать отдельно или сразу несколько. Как вариант, звонит телефон, телефон на разговор. Саша звонит Маше. Маша говорит, алло. Саша, привет, это я. Маша, привет, ты что-то хотел? Саша, пойдем в магазин. Маша, зачем? Саша, купим торт и пойдем пить чай. Ну, пусть будет так. Дети встретились, сходили в магазин за тортом. Потом пили чай и рассказывали друг другу веселые истории. То есть берем сначала простые сценки, дальше уже потихоньку усложняем. Или, например, еще тоже как вариант. Саша строит из кубиков дом. Маша спрашивает у него, что ты делаешь? Саша, я строю дом. Маша, можно построить город? Вот, Саша, иди ко мне, будем строить вместе. Маша говорит, я построю магазин и детский сад. А Саша говорит, а я построю еще несколько домов. Дети построили замечательный город, они заселили его игрушками и стали дружно играть. Еще как вариант, сценка мамина помощники. Мама на работе, Маша и Саша решили приготовить обед. Маша, возьми кастрюлю, набери воды, пожалуйста. Саша, хорошо, что мы будем готовить? Маша, борщ, принеси овощи. Саша говорит, посмотри, все ли я принес. Нет, капусту забыл. Я быстро. На, Маша, капусту. Дети почистили, нарезали овощи, положили их в кастрюлю. Вода закипела и борщ сварился. Уставшая мама вернулась с работы, дети накормили ее вкусным обедом. Мама похвалила детей. Или большая стирка, тоже как вариант. Решила Маша поиграть со своими куклами, но увидела, что одежда у них грязная. Сняла ее и начала стирать. Саша спрашивает, Маша, что ты делаешь? Маша, я стираю. Саша говорит, а я испачкал рубашку, можешь ее постирать? Маша, ну что поделаешь, снимай. Маша постирала Сашу рубашку, он помог ей вылить воду и повесить белье на веревку. И так далее. То есть здесь тоже вы можете брать различные ситуации. Для формирования диалогической стороны речи можно использовать сценки-диалоги для пальчикового театра. Их можно показывать как отдельно, так и включать в структуру занятия. Желание дошкольников участвовать в играх, инсценировках усиливается, если пригласить на спектакли еще детей младше групп. Можно устраивать настоящие даже театральные фестивали. Составленные стихотворные диалоги учат детей умению общаться, вести беседу, отвечать на вопросы, использовать в речи различные интонации, подбирать правильные темпы, изменять силу голоса, отрабатывать правильное речевое дыхание. Перед показом сценок-диалогов проводится тоже подготовительная работа, так же, как и в разделе «Формирование речевое дыхание». Слова автора произносят взрослые, а дети – слова персонажей диалогов. Ну вот, например, сценка «Мама, папа и я». Автор взрослый проговаривает. «Однажды корова Маша гуляла на лужайке. Щенок Шарик весело спешил к ней». Корова весело проговаривает. «Привет, Шарик, как дела? Давно тебя не видела». Щенок тоже радостно проговаривает. «Привет, Маша, мы сегодня утром из города приехали. Я же в городе живу, а в деревню только летом, приезжаю в деревню летом на каникулы». Корова проговаривает. «А я с мамой и папой в деревне живу, а ты с кем живешь?» То есть и дальше выстраиваете этот диалог тоже. Здесь, коль на выдумке хитра, придумываете дальше, что можно предложить детям. А дальше обсуждаете с малышом. Например, там уже по ходу диалога задаете вопросы детям. Как вариант, почему корова Маша обрадовалась встрече с щенком Шариком? Почему? Как вариант, они давно не виделись, соскучились. Что рассказала Маша Шарика своей семье? Большая ли у него семья? Ну и так далее. А что рассказала Маша? Тут же логично, да, что Маша еще как раз-таки расскажет про свою семью. А что рассказала Маша? И так далее. То есть вы здесь уже, конечно, подбираете. И основные характеристики пальчикового театра, которые используются в качестве средства развития диалогической связанной речи, это, во-первых, универсальность. Организовать пальчиковый театр можно в любое время, в любом месте. Дальше помним о кратковременности. Театральное представление может быть коротким, не более 2-5 минут, но при этом содержательным и познавательным. Что здесь еще? Активность и безопасность. Несмотря на то, что пальчиковый театр представляет собой довольно активную игру, он обеспечивает безопасность телесного контакта. Вне зависимости от того, проводится он в группе или в паре. Здесь также вербальность и невербальность. В зависимости от цели пальчикового театра он может содержать в основном жесты, здесь мы развиваем мелкую моторику, мимику, разминаем мимические мышцы, или же обильную речь. Игровая вариативность. Один и тот же сюжет можно проигрывать в разных вариантах. Постепенное усложнение мыслительных, двигательных задач. И значимость диалогической речи для ребенка очень велика. Именно с ее помощью он устанавливает контакт с окружающими людьми, способствует его успешному личностному развитию. Работу по формированию монологической связной речи у детей дошкольного возраста с использованием пальчикового театра предлагается проводить с соблюдением следующих требований. Занятия проводятся два раза в неделю. Первый день – работа над пересказом, а второй день – работа над рассказом. На занятиях присутствует несколько детей от двух до пяти, больше не надо. Занятия проводятся с соблюдением временного регламента – 15-20 минут. Но, опять же, это уже более старший возраст, соответственно. И каковы будут здесь требования к структуре занятия? Занятия строятся в соответствии с методикой формирования, связанной монологической речи. Идем от составления пересказа к составлению рассказа. На обоих этапах проводится работа от составления описательного рассказа к составлению повествовательного. И в качестве вспомогательного средства выступает здесь у нас Пальчиковый театр. Каковы будут требования к речевому материалу? Для инсценировки используются сказки с наличием однотипных эпизодов. Повторяющихся сюжетных моментов. Это облегчает запоминание детьми текстов сказок. В них соблюдается четкое деление на фрагменты, эпизоды, и ясно прослеживается логическая последовательность событий. Используются адаптированные тексты сказок, соответствующие возрасту детей и требованиям образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. Тексты сокращаются за счет исключения диалогов. Это позволяет ребенку выступать в роли автора, используя только монологическую речь. И на занятиях используются тексты сказок с выделением основных эпизодов. Сохраняется основной сюжет и главная мысль. Работа по формированию связанной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста с использованием Пальчикова театра строится в следующей последовательности. Первое – это формирование у детей старшего дошкольного возраста умения составлять пересказ. И здесь подготовительный этап – это ознакомление с содержанием сказки, эмоциональное прочтение сказки. Далее – уточнение понимания прочитанного, то есть идет беседа, обсуждается характер, внешний вид каждого героя, обсуждается сюжет. Дальше подготовка идет пальцев рук к действиям с куклой. Пальчиковая гимнастика – закрепление правил пользования куклой. И совместное составление пересказа с детьми с использованием Пальчикова театра. Далее основной этап идет здесь – это самостоятельное составление детьми рассказа, описание героев сказки с использованием Пальчикова театра. Самостоятельное составление пересказа детьми с использованием Пальчикова театра. И заключительный этап – это самостоятельное составление пересказа детьми без использования Пальчикова театра. Далее следующий этап – это формирование у детей старшего дошкольного возраста умения составлять рассказ. Здесь будет подготовительная часть. Подготовительная часть предполагает актуализацию знаний, то есть повторение пройденного на прошлом занятии. Далее подготовка пальцев, рук к действиям с куклой. Та же пальчиковая гимнастика. Берем пальчиковую гимнастику и закрепляем правила пользования куклой. Дальше уже вводим куклу нового персонажа. Основная часть – это самостоятельное составление детьми рассказа, описание нового героя сказки с использованием пальчикового театра, придумывание детьми нового сюжета, самостоятельное составление детьми рассказа, повествование с использованием пальчикового театра. И на заключительном этапе самостоятельное составление рассказа детьми без использования пальчикового театра. Итог работы по формированию связанной монологической речи – это самостоятельный рассказ ребенка без опоры на наглядность. Пальчиковый театр и игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию малыша. Простые движения помогают убрать напряжение не только самих рук и расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. Чем лучше работают пальцы, вся кисть, тем лучше говорит ребенок. Занимаясь с детьми театром, мы делаем жизнь детей настолько интересной и содержательной, мы наполняем ее яркими впечатлениями, радостью, радостью творчества. И театр научит ребенка видеть прекрасное в жизни, видеть прекрасное в людях, зародить стремление нести в жизнь прекрасное и добро. Благодарю вас за внимание, уважаемые участники. Очень надеюсь, что наш вебинар оказался полезным. Если есть вопросы, задавайте их. Спасибо за отзывы. Очень приятно. Сейчас гляну по моему вопросу. А, это сертификат. Спасибо огромное, уважаемые участники. Очень приятно, очень рада, что было интересно, что наш вебинар оказался полезным. Будем стараться дальше радовать вас, нашей информацией. Всего доброго. Ждем вас на наших вебинарах. До новых встреч.